Здравствуйте, друзья! Обзор новинки в линейке газовых горелок компании SPLAV модели Ardent. Эта модель накручивается прямо на баллон и рассчитана на не холодное время года. Ее масса вместе с таким тканевым чехлом порядка 90 грамм, а без чехла и того меньше. Эта легкая, мощная и компактная модель отлично подойдет в качестве основной горелки для одного-двух человек, но в время может быть использована в качестве дополнительной горелки для групп больше численности. Например, при частых радиальных выходах, когда не требуется готовить сложные блюда, а достаточно подогреть воду для сублиматов или чая. Благодаря малым габаритам горелка поместится даже в небольшой котелок вместе с газовым баллоном, либо ее можно положить в чашку. Три широко расставленные опоры позволяют использовать как большую посуду, так и посуду с небольшой площадью донышка. Для удобства использования горелка оснащена пьезоподжигом. Для головки горелки использован вогнутый ветроустойчивый дизайн, что выделяет эту горелку на фоне других. Технологичная конфорка горелки позволяет достичь максимально сильного пламени. Конечно, следует иметь в виду, что это не панацея от сильных ветров, и использование внешней ветрозащиты может быть не лишней. Из-за суммарной высоты баллона и горелки следует применять экран увеличенного размера в 24 сантиметра. Он всегда есть в наличии в магазинах сети сплав. Еще одной фишкой горелки Ardent является то, что при использовании специальной подставки переходника и кастрюли Power Boil с радиатором вы получаете полноценную систему приготовления пищи, которая ускоряет время закипания воды, дает отличную защиту от ветра и экономит топливо. Обратите внимание, что кастрюли и переходник не входят в комплект поставки горелки и приобретаются отдельно в магазинах сплав. На горелку Ardent, как и на любую другую горелку и плитку от компании сплав распространяется гарантия два года. Согласитесь, далеко не каждый производитель может этим похвастаться. При этом постгарантийную поддержку тоже никто не отменял. Обратитесь в компанию сплав любым доступным способом и вам помогут с ремонтом или подберут запасные части. Ну и как обычно в конце наших обзоров приводим тест закипания пол-литра воды. А в данном ролике мы покажем вам два замера. Начнем с тандема горелки и обычной классической кастрюльки без радиатора. При температуре окружающего воздуха около 20 градусов, высотой над уровнем моря порядка 100 метров, с открытой крышкой на кастрюле и без использования ветрозащитного экрана мы получили примерно 2 минуты 45 секунд. Ну и теперь делаем замер закипания воды при тех же условиях, но уже при использовании горелки с подставкой-переходником и кастрюлей с радиатором Power Boil. Хотелось бы отметить, что такой комплект будет особенно актуален в холодную и внутреннюю погоду, когда тепло от горелки быстро уходит от поверхности котелка. А задача радиатора как раз таки это тепло сохранить. В итоге мы получили примерно 1 минуту 40 секунд. Конечно следует помнить, что эти результаты будут меняться как в одну, так и в другую сторону и зависят от условий, в которых вы находитесь. Посмотреть актуальную цену на горелку Ardent вы можете перейдя по ссылке в описании к видео. Спасибо за просмотр и хорошего вам отдыха со снаряжением от компании SPLAV.